Школа коллекционирования Олега Бравко. Всем привет! Мы сегодня поговорим о монетах СССР. К нам в Ригу, в магазин. На Элизабета 103-29 принесли аж два альбома с монетами СССР. Погодовка. Надо сказать, что уже два года к нам ничего такого подобного не приносили. И вот этот принос, он интересен еще тем, что человек оформил очень правильно, очень, скажем так, идеально свою коллекцию монет в розницу для продажи. Для меня, как для торговца, такие поставщики монет очень ценны, потому что я могу проверять в любой момент, что продано, что не продано. Сам хозяин коллекции может проверять, что продано, что не продано. Очень быстро понять, какой спрос на его монеты. И главное вам, друзья, те, кто собирает сейчас монеты СССР, очень легко и быстро можно определиться, что брать, что не брать. В начале альбома рассортированы монеты по ценам, потом уже идет индивидуальная цена. Ну давайте я вам покажу по очереди один и второй альбом. Идем на другую камеру. Сразу хочу сказать, что вот эта зеленая обложка, вот этот тоненький альбом, и первая страница, где написано «Фирма импорта», это напоминает мне о том, что я начинал в 2003 году торговать, начинал свой бизнес в магазине, тогда это был киоск, именно с этих обложек и с этого альбома, с этих листов. Это еще то, что напоминает мне то давнее время, когда все мы были молоды, и мы еще не очень много что знали, понимали, и все предстояло еще узнать, пройти. Да, хорошо. Фирмы импорта, к сожалению, нет. Расскажу немножко о фирме импорта и пойдем к монетам. Фирма импорта – это единственная фирма из фабрики европейских, которая согласилась вновь открывшемуся магазину в Риге, в Латвии, и давать товар на реализацию. За этой фирме большое спасибо. Мы некоторое время проработали так, а потом, конечно, уже стали покупать. К сожалению, да, сразу покупать стали монеты, альбомы, листы. Но вот этот начальный этап был очень полезен для нас, для старта. И да, фирма импорта, в принципе, выпускала такие вот листы. Во многих случаях это самые лучшие листы для монет. Их больше никто не выпускает. Фирма импорта закрылась 4-5 лет назад. И да, больше такие листы нигде не купить. Но у человека вот еще сохранилось. Видите, они вот немножко тут кончики поломаны. А он скотчем закрепил. И вот можно вытаскивать вставки и рассматривать монеты, менять их, заменять. Хорошо, значит, чем этот альбом с монетами идеален для продажи? Вот через магазин, через комиссионную торговлю. Мы этот альбом получили на комиссию, на реализацию. Смотрите, каждая ячейка имеет свой номер. Дальше человек составляет список. И в каждой ячейке он описывает, что лежит. То есть, конечно, когда принесли альбом и сказали, вот здесь все монеты, скажем, по 7 из центов, все понятно. А когда начинаются идти продажи, вот как проверять нам, как проверять хозяину, что здесь есть, что осталось, что ушло. Очень удобно. Каждая ячейка имеет номер. И вот человек описал все монеты. С годом, номинал, год. Ну, страна везде одна и та же СССР, поэтому все понятно. И дальше он решил обобщить. Вот здесь 63 монеты, они все по одной цене. По 7 из центов за монету. Наверное, в среднем цена за монеты, какие-то монеты может быть выше, может быть ниже. Но вот его устроила усредненная цена. И, в принципе, покупателям тоже иногда нравится, что все монеты по одной цене. И люди выбирают то, что нужно. Иногда к нам приходят люди, которые говорят, я просто хочу набор оборотных монет СССР собрать в идеальной сохранности. Года не имеет значения, просто по видам. И у нас такое бывает. И кто-то, конечно, хочет собрать все по годам. Этот альбом, в первую очередь, рассчитан на тех, кто собирает монеты СССР по годам. И вот здесь представлены копейка, 2 копейки, 10 копеек. Вот три номинала монет. Вот есть монеты постарше, они такие более заюзанные, затертые. И есть монеты уже 80-х годов. Я бы сказал, что это Uncirculate Condition. И они все по одной цене. Конечно, хорошая цена или плохая цена решает покупатель. Но он приходит и, что называется, голосует. И берет эти монеты или не берет. Но да, монеты, которым не так много лет, они, как правило, здесь в лучшей сохранности. Анциркулеет. И десяточка, видно, блестит. И блеском анциркулеет. И вот двушки есть некоторые, очень хорошие сохранные. И единички. Хорошо. Следующий лист альбома – это монеты по еврику. Значит, любая монета отсюда по еврику. Здесь уже не только… Здесь вот есть и копейка, и 2 копейки. Есть уже 3 копейки, есть 5 копеек, есть 10 копеек. Есть 20 копеек. Причем вот встречаются несколько дизайнов этих монет. 30-е, 40-е, 50-е годы и последний дизайн. Здесь тоже все на одном листе, по одной цене. Цена зависит от сохранности, от года, от редкости. Но вот так для удобства мы их всех объединили. И, конечно, они все вот в списке тоже есть в этом списке. Дальше. Следующий лист – это вот по евро 40. Да, друзья, я не смогу вам зачитать все монеты с этого альбома, сколько стоят. Ну, просто потому что хотя бы то, что вы не видите реальной сохранности. У вас и блеск пластика есть, да. И просто каждую монету это очень долго рассматривать, чтобы вам было понятно, сколько монета стоит. Поэтому просто такой общий обзор идеального альбома для продажи на комиссии в магазине. Как можно сделать, чтобы продавцы были довольны тем, что вы принесли в магазин. Ну, как минимум, да. Если кто-то смотрит в Риге, в Латвии нас и собирает эту тему, вот как раз это видео для вас, чтобы вы знали, что к нам пришло поступление. Монета СССР, погодовка. Тоже можете переходить. Хорошо, вот смотрите, по евро сорок опять та же копейка, две копейки, три копейки, пятнадцать копеек, двадцать копеек и даже пятьдесят копеек. Некоторые монеты могут повторяться, некоторые года и номиналы могут повторяться, но, конечно, чем выше цена, тем лучше сохранность. Это понятно. Здесь в этом альбоме хозяин альбома все это так и учел. Да, вот есть альбом, есть лист в альбоме, значит, копейка, две десять, пятнадцать, по два десять, два евро десять центов. Дальше уже невозможно объединять по общей цене и какие-то монеты пореже. Да, тридцатые, сороковые, пятьдесятые годы дизайна уже очень много здесь. И, да, они уже стоят там два-три, вот есть и по семь, и по восемь евро монеты, да, тут, да, вот, двадцать копеек, десять копеек, пятьдесят копеек. Ну, в основном такие вот номиналы чередуются здесь. Да, видите, он тут объединил так, две монеты, они по одной цене, поэтому они вместе лежат. Хотя вот здесь два-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все- расскажу что здесь есть есть 10 копеек 37 года 14 евро 15 копеек 49 года 15 евро 20 копеек 50 года 16 50 2 копейки 40 года 21 евро 15 копеек 37 года 2250 20 копеек 50 года 25 евро ну вот есть 24 года серебряный полтинник 28 евро 35 евро стоит 20 копеек 50 года есть 15 копеек 40 года 35 евро дальше 20 копеек 68 года 35 евро есть 10 копеек 44 года 54 евро есть 20 копеек 72 года 90 евро здесь я вижу 15 копеек 42 года 266 евро это самая лучшая монета с этого приноса сегодня в этом альбоме и она конечно в одном экземпляре идем дальше но вот здесь разные цены опять и 2 10 и 2 евро 40 вот по 14 евро две монеты это 20 копеек 82 года а нет извиняюсь это по евро 40 20 копеек 82 года евро 40 уже не очень хорошо вижу но вот интересно самое тоже очень интересная монета это 5 копеек 58 года стоит 60 50 евро монета где-то было или не знаю или под водой или в пожаре и вытащили это первая попытка сделать реформу до 61 года была вот на в 58 году но что-то пошло не так и весь тираж все монеты были уничтожены почти что все некоторые мешки были оказывается вскрыты все равно люди пустили в оборот в каких-то отдельных банках вопреки приказу мешки не открывать то есть по всему советскому союзу давайте расскажу историю по всему советскому союзу было развезено по сбербанкам значит все номинала всех этих монет или почти везде вот с приказом не открывать ждать отдельного приказа но где-то в каких-то местах я так понимаю что очень далеких заканчивались какие-то номинал очень нужна была мелочь и где-то рискнули вскрыли какие-то небольшие часть небольшая часть в каких-то от очень отдаленных населенных пунктах все-таки пошла вот 58 года в оборот и таких монет очень было мало их потом изымали моментально но где-то что-то осела на руках у коллекционеров это одна из версий почему вот эти монета сейчас у нас есть в идеале конечно эти монеты стоят там начинают 300 500 евро и есть и тысячи и десятки тысяч если всю линейку брать это очень большая цифра даже не буду сейчас называть ее но вот у нас есть да еще раз повторюсь пять копеек 1958 года 60 евро дальше что еще в этом альбоме есть последний лист этого альбома человек решил продать лотом вот 20 монет они все разные и он хочет за них 42 евро это 92 и 93 год это уже советский союз разрушился это первые годы остановления современной россии здесь смотрю 92 года с буквой м и с буквой л так 92 года где монетный двор м московский монетный двор именно есть не м а символ монетного двора стоит да есть 92 года в не вижу к сожалению наверное это символ монетного двора некоторые значит чем они отличаются по монетным дворам во-первых во вторых вот магнитится 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 это не магнитится это нет вот магнитится эти десяточки есть вот обычный металл это металл который магнитится также по двадцаткам от обычный обычный вот двадцатка магнитится да то есть по таким вот вариантам то есть магнитная не магнитная и есть еще вот эти две двадцатки здесь разные резцы на горте зарубки разные на горте и вот эти две 50 копеек 50 рублей монеты они интересны тем что в одном случае 50 слова 50 наполовину не пропечатано в другом случае рублей наполовину не пропечатано да то есть там видно что должно что там должна быть надпись но и она только такие значит остатки как бы рожка то есть идея была хорошая напечатать монету но что-то пошло не так то есть это уже такие да не до конца нет не пропечатаны до конца монета но специалисты меня поправят как это правильно называется такой брак ошибка изготовления вот этот лист продается повторюсь еще раз за 42 евро и здесь 20 разных монет значит идем к следующему альбому второй альбом тоже по-своему очень интересен да кстати сам сам альбом мне не нравится да вот этот вот шульц его делают в германии делают в польше используют хлоросодержащий пластик вот и здесь видно что были какие-то монеты вот от них кружочки остаются да и на монет на монетах если долго хранить их тоже остается какой-то такой типа жировой жирового ощущения какой-то налет неприятный и большая вероятность того что если будет солнце светить и будет влажность то еще и химическая реакция может начаться на монетах в данном случае все в порядке просто этот недорогой альбом используется для того чтобы предоставить к просмотру монеты который человек хочет продать то есть эти монеты долго не лежат в этом альбоме хорошо сам альбом интересен тем что здесь разновиды знаете узелки разные узлы разные лучики и все такое прочее и вот человек составил список по фидорину да вот опять же видите все ячейки номера про ираном все ячейки имеют свой номер и в каждом номере написано что лежит видите копейка допустим 36 года фидорин 35 номер эта копейка 36 года тоже 35 вот допустим это копейка это две копейки с 40 года это 60 это 65 номер по фидорина дальше идет восемьдесят третий номер по фидорина вот сто тридцать четвертый номер по фидорина вот то есть если до возникают вопросы в чем вот та или другая особенность вот у меня есть список этих монет в каталоге фидорина если вы собираете по колоскам по узелкам давно уже поняли о чем я говорю вот можно посмотреть по номеру приходите с каталогом с каталогом фидорина и проверяйте смотрите что вам нужно что вам не нужно до один раз идет вот 20 копеек 1984 года ссылка на каталог андрианова разрыв ости слева на реверсе такая разновидность да наверное фидорине этой разновидности нету многие очень коллекционеры когда приходят покупать у нас просто монеты по годам боятся этот альбом на самом деле бояться не стоит здесь есть много монет вот видите там 210 280 и дальше 2 евро монета это самые простые разновидности но эти разновидности тоже интересно тем кто собирает разновидности и бывает так что вот в этом альбоме чего-то нету каких-то годов есть смысл пролистать этот альбом спрашивайте я вам покажу его самые простые на разновидности ничем не отличаются от обычных монет вот но все-таки для людей кто собирает разновидности это важный так вот первый лист был две копейки все две копейки до 2 лист вот все три трехкопеечные монеты третий лист это пятикопеечники все прописано как до прописано как федорина расписал эту монету по номеру значит а тут 10 копеечники даже вот есть серебряные тут 30 40 50 и года дизайн и вот последний дизайн монет есть 15 копеечные тоже 40 50 и годы и последние года дизайна 20 копеечники есть такому же принципу еще лист 20 копеечниками и 50 копеек последняя друзья вот такое поступление в магазин можно собирать много разных монет у нас прибалтики собирают монеты ссср еще и потому что это недорогая тема и потому что просто рядом россия и все моды тенденции которые происходят на коллекционном рынке в россии они отчасти влияют и на нас и люди тоже хотят как-то посмотреть что люди да что на больших рынках собираются собирают какая мода сейчас правда не думают о моде а просто начинают вот там собирают там собирает там я начал читать и тогда тоже люди присоединяются к этой теме нас прибалтики тоже собирают по годам все монеты ссср отчасти это хорошо потому что когда начинается какой-то бум или просто интерес или мода какая-то в этот момент появляется много публикаций появляется много видео где он рассказывает много интересных вещей просто уже попадает только захотите это собирать и да вы будете купаться в информации это тоже дополнительный плюс намного сложнее знаете какую-то тему с нуля начинать вот есть две темы излюбленные это монеты ссср монеты царской россии вот там все основные нумизматы а это основные профессионалы с другими темами к сожалению как-то такого рьяного напора коллекционеров я не вижу хотя вокруг много разных интересных монет не только монеты прибалтики конечно и европы и вообще весь мир везде и всюду много интересных монет вот выбирайте что вам нравится что вам по духу и делайте свою коллекцию заключение хочу сказать что есть смысл подписаться наш канал чтобы не пропускать видео какие-то идеи лайфхаки если вы живете в риге вы можете смотреть что нам приходят какие пополнения что-то новое что приходит мы тоже иногда на видео сообщаем и иногда люди через видео узнают что что-то пришло по их не теме и приходит покупают жмите на колокольчик под видео на канале это всегда очень удобно потому что тогда новые премьеры новые выпуски видео вы не будете пропускать пишите свои комментарии последнее время очень много было критических комментариев негативных разрушающих коллекционирование вот прошу не делать такого если у кого-то болит голова мигрень мучает или еще что то не надо свой весь мусор из головы вываливать в интернет моя просьба такая друзья коллеги давайте уважать друг друга вот я или удаляю такие сообщения или просто баню человека если он неадекватен вот коллекционирование может быть и это и есть очень интересная такая дружественная коллективная деятельность приятное времяпровождение давайте оставим астами его таким же и для потомков потому что моих мой канал смотрят много и детей и молодых людей которые не собирает но думают что собирать вот берите ответственность за будущее и пишите положительные позитивные конструктивно очень важно конструктивные отзывы дополнение к моим видео всегда большое спасибо всем за дополнение в одном видео пока готовишься сразу все не можешь рассказать так вот ваши комментарии часто очень очень полезны на этом все большое всем спасибо за внимание если дослушали до конца вы большой молодец да и пока пока